Молодец! Хочу рассказать вам о средстве, которое для вас будет очень доступным. Более того, оно является вашим почти что ежедневным продуктом питания. Вы к нему привыкли, вы его знаете и знаете название. А вот догадайтесь, что это за средство, если при этом оно действует омолаживающе на суставы и оздоравливающе, на мозг, улучшает работу мозга головного, чистит сосуды и выстраивает их структуры, улучшает зрение, лечит заболевания желудочно-кишечного тракта и в первую очередь язвенную болезнь, такое тяжелое заболевание. Ну и как бонус, дает вечную молодость, прекрасные волосы, кожу и что-то еще. У меня тут написано, уже не могу, такой громадный список. Что это за средство, продукт питания? Я в предыдущих лекциях много говорила про желток яйца. Помните? Так это не желток яйца, это белок яйца. Начнем, что же за чудесный состав? Начнем с того, что вода, что белок состоит на 90 почти плюс-минус процентов воды. И вы скажете, ой, вода, нужна мне эта вода, что вода может лечить. Правильно, Маргарита Юрьевна? А на самом деле по составу это та самая вода, живая, биологическая, целебная, которая содержится в составе грудного молока. Этой воде под силу взять любой шлак. Любой шлак растворить, потому что когда мы принимаем простую воду, условно говоря, минеральную, ведь та вода, которая льется из крана, она из недра земли, да? А все, что из недры земли, биологи называют минеральной водой. Пусть она немножечко у нас, мы ее улучшаем по всем там правилам 10, что мы говорили выше. Но тем не менее она остается не биологической и не живой. А структура молока, грудного, воды грудного молока позволяет со шлаком в человеке работать. Неважно, какого состава этот шлак, например, камень каловый. Камень каловый, это неприятная вещь, мы говорили в прошлый раз, что это такое. Или камень в почках. У кого были колики почечно-каменные, тот понимает, о чем я говорю. И не дай бог камень, где в желчном пузыре, это просто камень за пазухой у злого врага. С другим не сравнишь. И вот вода от белка способна растворять застарелые, трудновыводимые из организма шлаки. Это во-первых. Во-вторых, в белке яйца содержится глюкоз, амин и хондроидин сульфат. Слышали про такое? Это очень такое хорошее средство для суставов. Продается в аптеках, в кавсулах. Видели? Стоит немало. И его рекомендуют ежедневно употреблять людям, у которых есть артрозы, артриты, остеохондрозы и другие проблемы с суставами. Называется это вещество глюкозамин и хондроидин сульфат. Единственное, что не прямо в форме вышеназванных, так сказать, веществ, а в похожих химических соединениях, которые способствуют формированию этого, прямо скажем, лекарства в организме. Насчет аллергенности белка. Бутует мнение, что яйца очень аллергенны. На самом деле все живые продукты типа меда, красной рыбы, красные фрукты и овощи, известные нам всем, цитрусовые, они очень несправедливо объединены в группу аллергенов, а также и яйцо. Очень несправедливо. Дело в том, что у людей, у кого проблемы с печенью, и печень, как в прошлый раз вам показывала, стаканчик переполненный, она сбрасывает токсины вместо того, чтобы их обезвредить, вывести в кишечник вместе с желчью, и организм удаляет это все естественным путем. Вместо этого из печени эти незаблокированные токсичные вещества поступают в кровь, начинают гулять там, а потом выходят на кожу в виде токсико-аллергической реакции. И такие полезные продукты, как яйцо, цитрусовые, желтые фрукты, овощи, что там еще бывает, красная икра, то, что незаслуженно возвели в ранг аллергенов, они всего лишь пробуждают печень к выбросу токсинов застарелых в кровь. Вот и все, либо в кровь, либо в желчь. У кого переполнен стаканчик с токсинами в желчи, это идет в кровь, с токсинами в печени, это идет в кровь. А у кого все в порядке, то скушал апельсин и сказал спасибо. Почистился и не заметил, потому что все ушло из организма, а не стало гулять многократно и выводиться через кожу. Таким образом, белок не аллергенный. Есть, конечно, люди, у которых генетические какие-то поломки, редкие, но этих людей так же мало, как явных каких-то вот инвалидов. То есть очень небольшой процент. А мы все, все тут сидящие, по крайней мере, нас это вообще не касается, правильно? И вы это на себе проверили и на своих детях. Так, значит, мы назвали, что в белке хорошо. В белке хорошо содержание водички, необыкновенной, живой. И вот этих двух веществ, они еще называются хондропротекторы. А также они проколлаген, проколлагены. Проколлагены это вещества, которые у нас в организме образуют коллагены, встраиваются в структуру той же кожи, тех же сосудов, капилляров. Очень для нас важно, да, где еще коллаген содержится. Во всех связочках, а в том числе и связочках, которые для нас очень жизненно важны. Например, клапанный аппарат сердца тоже содержит коллаген. То есть кушаем сырой белок и укрепляем себе наши сердечные дела, если так можно выразиться. Клапаны, весь клапанный аппарат и не только. Замечательно. Что касается желудка, в белке яйца содержатся такие аминокислоты и белки, которые в желудке, встречая, например, язву, дефект, эрозию, эрозивный гастрит, они укладываются туда такой пленочкой, которая по составу похожа на нашу слизь, и при этом совершают мощную протекцию против дальнейшего разрушения слизистой оболочки, в данном случае, желудка. То есть альмагель, который вы у всех на слуху, да, он пытается выполнить эту же функцию, когда создавали его, его создавали вот именно с тем, чтобы дефект этот немножечко покрыть, и чтобы он дальше рубцевался. Но у альмагеля очень много побочных эффектов. Например, алюминий альмагеля разрушает кору головного мозга и разрушает память, интеллект. Вы об этом знали? Нет. Да. Я как-то говорила, что алюминий очень токсичен, и даже в армии Советского Союза в свое время пришлось поменять всю посуду алюминиевую на стальную, потому что солдаты за два года успевали получить токсичные дозы алюминия. Он быстро опителяет. Да. Так что, да, и ко всему еще белок яйца выводит токсичные вещества типа алюминия. Допустим, кто-то уже успел быть солдатом или накушаться алюминия за свою жизнь, альмагеля. И не только. Недаром раньше, а и сейчас, наверное, тоже, на многих предприятиях, где рабочие и персоналы имеют связь с токсинами, да, вспомните, что им предлагали. Раньше им предлагали молоко, да? Сок яблочный. Сок яблочный и предлагали яйца, причем сырые. Помните это? Сырой белок яйца. Я это помню. Я это помню. Предлагалось сырой белок смешать либо с молоком, либо с водой и выпить. Да. А как правильно? Чем? Сейчас расскажу. В общем-то, значит, что еще содержится в яйце, содержится в белке, содержится микро-макроэлементы в маленьких количествах, но усвояемость там очень высокая. И аминокислоты, которые страиваются в мышцы, это для спортсменов очень важно. И многие спортсмены, спортивные клубы известные перешли с банок с аминокислотами синтетическими на живой белок яйца. И не только белок, на целое яйцо, на цельное, на желток, на живое. Хорошо. Был вопрос, как лучше применять. Да. Самое лучшее применение это, так сказать, в нативном виде. В нативном это в живом, естественном виде. Но так как цельное яйцо требует ферментов богатырских, мы ими сейчас похвастаться не можем. После 30 лет количество ферментов падает у всех. У сидящих людей начинает падать количество ферментов после 15 лет, у сидящих, да. А у нас к 15 годам почти все сидящие. Да, кто их туда посадил, в тюрьму, в эту, на сиденье. Кто родители посадили, общественные организации. Вот. И вот эти сидящие дети, они к 15 годам имеют все, с чем способен в данном случае справиться весь этот список, с чем справиться может яйцо. И, значит, получается, что применять надо в нативном виде отдельно желток от белка и жевать. Что значит отдельно? И что значит жевать? Жевать непонятно. Все любят пить. Выпивать и забыл, да? И что значит отдельно? Отдельно это значит не меньше полутора-двух часов между ними должно пройти. Либо следующая пища. То есть не обязательно части яйца пить последовательно друг за другом через два часа. Можно, чтобы между ними это все перемежалось с другой пищей. А потом после другой пищи опять, чтобы прошло не менее двух-трех часов. То есть можно утром выпить одну часть яйца, допустим, сжевать желток, вечером белок. Кому как удобно. Или бы накопить этот белок и потом его несколько дней только его кушать. Такое возможно. Кому как удобно технически. Количество трех яиц в сутки, либо желток, либо белок, для людей, у которых все хорошо, у которых ни аллергии нету, нету никаких неприятностей в связи с приемом. Потому что прием любого абсолютно продукта может вызвать повышенные какие-то неприятности у человека. В данном случае неприятностей не будет, но так, на всякий случай говорю. Но если это мужчина с большим весом, с высоким, да, сам высокий, то ему можно и шесть. Если это ребенок, то там уже по возрасту. Например, 5 яиц, это ваш муж? Нет, сын. Сын, сын. Отварные. Отварные, да, отварные. Вот, кстати, люди знают про полезные свойства яйца, многие знают. И его спортсмены знают. Но вот эту мелочь, что нельзя термически обрабатывать, к сожалению, этой информации у нас почти нигде нет. Что только в сыром. Вот мы сейчас говорили про сырой люди. А еще отдельно. Нам когда-то говорили, когда мы детей и растили маме, ни в коем случае... Случай из-за сальмонеллеза. Да, из-за сальмонеллеза. Вот эти люди, которые, мягко говоря, беспокоятся насчет сальмонеллеза, я им рекомендую перепелиные. Все то же самое. А холестерин? Вот, сейчас немножко... Это полезные. Сейчас расскажу. Закончу насчет сальмонеллеза. Доказано научно, что перепелиных точно нет и не может быть таких бактерий опасных. Просто не может быть, потому что температура тела перепелов необычайно высока. 41-40 градусов и не выживает бактерия сальмонеллеза в такой ситуации. Просто не выживает. И яйца перепелов стерильные. В общем-то, наверное, от всех. Срок годности, они, по-моему, лучше сохраняют. Ну, срок годности у нас есть холодильнички, поэтому у нас вообще у нас это не проблема. А проблема вот то, что вы сказали, холестерин. Многие беспокоятся насчет такого количества яиц из-за холестерина. И тут возникает еще одна волшебная ситуация. Оказывается, сырой желток и белок, ну, желток в большей степени, яйцо, скажем так, растворяет старый, застарелый, ранее образованный холестерин у человека и не способствует образованию нового, потому что он его не содержит. А те вещества жироподобные, белковые, которые в нем есть, превращаются в холестерин после того, как яйцо термически обработаешь. Нормально? Интересно? Вот. Если бы не вот эти два безопасных пункта, я бы, конечно, бы не стала бы сегодняшнюю лекцию посвящать сырым яйцам. Неважно, от какой птицы они происходят. Значит, сырые яйца вместе, белок, рисунок? Нет, они... Они годны к потреблению, и желток отдельно, и белок отдельно, и все вместе, тоже пригодно, в зависимости от того, кто потребляет. У кого сильные ферменты, ваш сын, который и так съедает пять, аж вареных яйцам, может их усвоить даже так, но, правда, с некоторыми потерями для себя, да-да. А тут сырые он тем более сможет усваивать, тем более. Начинайте с небольших доз, начинайте с перепелиных. Не надо вам, как говорится, идти на какие-то подвиги, на какие-то открытия совершать. Возьмите перепелиное яйцо маленькое, да? Оно маленькое. И начните с какой-то обращающейся. У Путина на завтрак постоянно перепели. У Путина на завтрак постоянно перепели. Сырые, Наталья? Ну, показывали, скорее всего, показывали. Сырые, точно сырые. А японцы не отпускают своего ребенка в школу и в детский садик, пока они с ним дадут хотя бы одно сырое перепелиное яйцо. А параллельно они натрут ему уши. То есть ребенка выпускают после того, как он пожевал, сейчас расскажу, почему надо жевать яйцо, и пока сырое, пока они с ним потрут уши. Ну, про яйцо мы уже все рассказали, а японцы не дураки, вы сами знаете. А на ушках находятся выводы точки со всех органов. Ребенок утром какой? Вялый, неподготовленный, недовольный, небодрый. Тут ему промассируют ушки, это фактически промассирует всю нервную систему, все канавы всех органов и систем. И он совершенно бодрый и уже в припрыжку бежит в ту школу. Проверено на моих детях. Не любят эту процедуру. Не любят, потому что уши болезненные у большинства из нас. Ну, то же самое можно делать на руках, на подушках. Да, да, но тут у нас ушки тут, мы провожаем целый блогик, и ушки заодно массируем. И друг другу можете. Что насчет жевания? Почему жевать? Есть такая древняя поговорка, Алицена, кажется, что жидкую пищу надо жевать, жуй, а твердую пищу пей. Насчет твердой понятно, да, что мы ее доводим слюной, жеванием до жидкого состояния, только тогда она у нас оказывается усвоится. Потому что без слюны пища на первом этапе не прошедшая, первый этап пищеварения, только со слюной можно, пища может пройти, первый этап пищеварения, то есть во рту, то есть прожеванная. Туда, если она сварится без слюны, проглоченная, просто так, она уже дальше идет, поломка в ее усвоении, потому что первый этап не пройдет. Поэтому жевать обязательно надо все. И желток надо в данном случае, и белок вообще жевать. И плюс обработка идет слюной. А почему жидкую пищу надо, как я там сказал, жевать, любую, например, соки? То есть, какие воду на Востоке? Даже воду, да, потому что опять-таки, чтобы только при жевании выделяется слюна. А до слюны нет никакого усвоения даже воды. Более того, на Востоке есть замечательный способ, называется лечение слюной. То есть человек производит определенные массирующие движения языком, и челюстями, и зубами жевательно имитирующие какое-то несколько минут. Выделяется слюна, потом эта слюна заглатывается. И в этот момент обновляются процессы обмена веществ в организме. А белок как долго надо жевать? Пока мы с ней почувствуете, что он превратился окончательно в водичку. Да. И есть такой ученый, физиолог, врач, фамилия его Флетчер. Флетчер. И он придумал такую науку, которая называется, ну не наука, а метод, который называется флетчеризм. Проживание. Что чем больше жуешь, ну то есть он восточной сети мудрости оформил в метод, и вывел его для европейцев, и для американцев, четко, сколько раз, сколько минут, какой продукт надо жевать. И вы скажете дети, дети глотают, дети не жуют. Да, потому что взрослые глотают, они жуют. Это дети, что учатся у взрослых. И те детки, которые уже, к сожалению, уже все глотают, плохо усваивают, у них гастрит, к 3 годам от этого формируется. Я предлагаю такой метод. Купить песочные часы, да, и вместе, здесь напротив ребенка, и вот поставили. И пока этот песочек не упал, мы жуем. А напротив должен сидеть взрослый, не ментор, который с палкой следит, жует он или нет, а прямо живой образец. Потому что у детей все обучение записывается только то, что делают взрослые. На словах, что мы говорим, ничего не записывается, они должны все видеть. Ну это шаги в кормах. И у меня есть, да, ребенок, который к 5 годам глотал так, что после жевал, не жевал, все заглатывал, так, что после еды он минут 15 икал. Мама его за месяц обучила, пятилетнего ребенка, с помощью этого метода жевать наконец-то. И пропало икание, и очень многие процессы пищеварения наладились. И потом, как они там дети сейчас завтра глядят, да, 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 вот тут рассказывают люди про то, что наши дети сидят перед телевизором и кушают. А мы потом и ходим по гастрологам и по невропатологам и говорим, доктор, наш ребенок больной, вылечите его. И требуем с этого доктора, как будто бы доктор испортил нам, да, ребенка. А потом мы довольны, что доктор нам посовывает в какую-то дорогую пилюлю, от которой наш ребенок еще более становится, извините, неудобно варимый для нашей нервной системы. А все началось с чего? С нашего расслабления. Да, легче включить телевизор, сунуть какую-то пищу, которую им не жевать особо не надо и которая ему вкусна. Заметили, все детское питание, произведенное на фабриках и заводах, оно все с сахаром, Наталья правильно говорит. С трех с половиной месяцев рекомендация уже с сахаром, кашка. Для чего? Чтобы скушал быстренько, да, и уснул. И никаких проблем. Чтобы отделаться. На первом этапе отделался никаких проблем, а зато начинается причинно-следственная связь. И ребенок пяти годам уже и с неврозом, да, и с психозом, и неуправляемый. Засахаривать? Это сахаривать, да. И вот она уже его берет за руку и ходит по всем кругам ада. А началось все с небольшого, с кухни, с ее собственной кухни, и с ее собственных приготовленных мамой. Потому что она показала дорогу. Не показала, то есть так же, как и давать каждую... Поставила ножку ребенка на эту дорогу, да. А потом к 20 годам недовольна, что ребенка нету нормального, человека нету нормального, а есть невротический новый член семьи, в которой семьи и так было тяжело жить, а еще вот она вырастила, еще одного, двух, трех. Хорошо. Значит, у нас следующая тема. У нас следующая тема.